Депутат Верховной Рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, бывший вице-президент США Джо Байден предлагал экс-президенту Украины Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего незаконную деятельность нефтегазовой компании «Борисма», где работал сын Байдена. Сначала в декабре 2015 года с Порошенко разговаривал госсекретарь США Джон Керри. Утверждает Деркач, согласно аудиозаписи, глава Госдепа предложил украинскому лидеру рассмотреть возможность замены Шокина, который заблокировал реформу очищения генпрокуратуры. Керри ссылается на обеспокоенность Байдена. Кроме того, Деркач обнародовал запись предполагаемого разговора Байдена и Порошенко, который, по его словам, состоялся в марте 2016 года, за 4 дня до снятия Шокина в Раде. «В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на 1 миллиард долларов», — заявил Байден президенту Украины. Порошенко, как утверждается, назвал это чрезвычайно сильной мотивацией и сообщил, что одним из кандидатов на должность генпрокурора является Юрий Луценко. «Если вы считаете, что политически мотивированная персона не совсем подходит с вашей точки зрения, я отзываю свое предложение. Никто не знает, что я буду предлагать Луценко», — добавил человек с голосом, похожим на голос экс-президента Украины. Ранее бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Тележенко обвинил Порошенко в получении крупной суммы за закрытие дела против Борисма. По словам Тележенко, Порошенко получал деньги из нескольких источников, владельцем которых был его ближайший соратник Игорь Кононенко. «Окончательная сумма, которую получил господин Порошенко, это было 200 миллионов долларов», — сказал дипломат. Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что подозревает Байдена в причастности к покушению на него в сентябре 2019 года, когда бывшего генпрокурора отравили ртутью. Он также рассказал, что под давлением США был вынужден прекратить расследование о незаконной деятельности украинской нефтегазовой компании «Борисма Холдинг», в которой работал сын бывшего вице-президента Соединенных Штатов. В сентябре 2019 года в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое американский президент Дональд Трамп якобы оказывал на действующего президента Украины Владимира Зеленского. По некоторым данным, в июле во время телефонного разговора он требовал, чтобы Киев в обмен на помощь Вашингтона начал расследование деятельности Хантера Байдена. Была инициирована процедура импичмента, по итогам которой Трампа оправдали. Продолжение следует...